45 минут на проверку знаний по истории. К диктанту Победы присоединились и жители Затой Александровск, как это было в материале Кристины Григорян. Просмотр военных фильмов в семье Даниловых традиция выходного дня. Глава семьи, офицер и человек строгих моральных убеждений. Особенно это касается исторической справедливости. Разделяет любовь к событиям Великой Отечественной войны и супруга военнослужащего Марина. Результатом увлечения стали верные ответы на диктанте Победы. Мне было не очень сложно. Мы активно изучаем сыном историю в самочувствии в седьмом классе. Мы прям стараемся, чтобы он знал основные уехи, как военнослужащий, соответственно. Очень много в лицах он знает. Ну и я, собственно, вместе с ним также изучаю и повторяю. Шестой раз акцию организовали в нашей стране, а площадок становится все больше. Подчеркивает вице-спикер областной думы Владимир Мищенко. Диктант решил писать в городе воинской славы. Вопросы в материалах в том числе касались флотских тем. Уверен, что мы покажем хорошие результаты, хотя и это не самое главное. Главное это участие, главное знание, главная защита Великой Победы, исследование делам победителей. Диктант Победы написали больше, чем в 60 странах мира. Тексты заданий были переведены на английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий языки. У победителей акции будет уникальный шанс попасть 9 мая на парад на Красной площади в Москве. Продолжение следует...